Каждый человек может петь. И способность петь настолько близка к человеку, настолько самовыражается через голос. Я вам покажу разницу в том, что касается голоса во многих аспектах. Тело – это инструмент для того, чтобы из него выкинуть голос. Выкинуть. В полном смысле слова. Поднимите руки, кто вообще не поет, но очень хочет. Ребята, я вас люблю. Я здесь ради вас. Я хочу вернуть людям самую главную способность – вообще иметь свой голос. Наше тело – это идеальный инструмент. Скрипка страдивария, сделанная природой. Не надо ни у кого просить. У вас уникальный голос у каждого. Для того, чтобы выразить себя, человеку нужен голос. И у людей иногда бывает такое замешательство, когда они не могут сказать, или у них такой-то зажатый голос, или они говорят глухо. И вот это изменение голоса от нормального, человеческого, который присущ именно этому телу, именно как инструменту. Но это просто неправильно. Получается, вот эти зажимы, они приводят к тому, что волна, вместо того, чтобы, соответственно, тело осталось большой, она становится маленькой. Как ее восстановить? Снять зажимы, привести тело в порядок, который слушается, и его попросить, чтобы он выкинул голос. Вот теперь смотрите, в каком положении мы застаем людей. Первое. Значит, я уже такое, знаете, у него мысль как бы в таком сонном состоянии, потому что мысль уже не летит, как раньше. Голос уже спит. Он в теле, а не вовне. Тело, как вы заметили, не связано с человеком. Есть еще один зажим ужасный, который влечет за собой очень много последствий. Это зажим, который связан с дыханием. Раз-два, раз-два, стоп. Стоп никогда не был полезен. В дыхании стоп, после этого он вызывает очень глубокий вдох. Это очень вредно для здоровья. Я хочу достучаться, я хочу, чтобы люди пользовались вот очень широко. То есть я готова обучить всех педагогов, потому что те, которые у нас обучались, они уже не могут мыслить по-другому. Разжимаются блоки, выбираются, и все, становится легче жить, легче общаться. И я поняла, что у Марии Георгиевны именно технология того, чтобы было нам всем легче. Именно процесс становления. Проблема заключается в том, что это система. Иногда люди смотрят, говорят, ну да, устрою, там, поют за, извините, два часа, но они берут какой-то кусок. Извините, если система работает, если, например, машину, Мерседес люди делают, но нельзя оттуда колесо взять и сказать, вы знаете, хорошее колесо или там бренд красивый, вот поставим на машину, и будет это Мерседес. Ну не будет Мерседес. То есть надо брать либо все, либо ничего, вообще не надо ничего брать. Короче, я сделала просто элементарные смешные упражнения с телом, и у людей стал выскакивать голос сам. Бывают люди, у которых зажато здесь, зажато здесь. Они боятся петь. У них с дыханием, ну просто слышали, например, людей, которые так дышат. То есть это все, это дисбаланс. И буквально за 10 минут мы возвращаем людям здоровье, которые астматики там, я не знаю, они всю жизнь болели. Понимаете, просто это вопрос здоровья даже. Человек здоровеет. Женщина начинает светиться. Она плакала. Она рассказывала, плакала. Она говорит, я первый раз за 37 лет всю ночь спала и дышала. За 30 минут практически я из нее вытащила. Шикарный голос. И она после этого, понимаете, она развернулась вот так вот, ее как бы оперла. Не может человек любить людей, когда он не любит себя. Вот, ну не может. Это все взаимосвязано. Поэтому я хочу помочь людям полюбить самого себя через свой голос. Представляете, выходит голос. Человек говорит, аааа, это мой голос. Он начинает чувствовать это. Я вам скажу, что ничего ближе, голоса нет. И человек превращается в человека, которому он был когда-то в 3 года. Может, все. Наша технология позволяет полностью освободить вообще, скажем так, святки от нагрузки. Ри-ра. Ри-ра. Хорошо. Ри-ра. Ри-ра. Молодец. Я очень простой человек. Я со всеми работаю. На доверие, на понимание. Если человек хочет убедиться, что она не работает, пусть придет, посмотрит. Это счастливые люди, которые понесли вот эту искру радости и само какого-то уважения в мир, в свою семью, своим детям, на работу. Я думаю, мы посеяли просто невероятные цветы, которые сейчас расцветут. Тем более, сейчас весна, так приятно. Суть этих упражнений заключается в том, что нужно починить себе тело. Обычные люди уже после 3-4 лет, я уже не говорю взрослые, 30, 40, 20, у них нет контроля тела в той степени, в которой нужно, чтобы починить себе голос. Эту способность человек теряет буквально уже после 3 лет. Правильно. Иногда даже раньше. И сейчас нам приходится восстанавливать это путем очень смешных, веселых упражнений. На самом деле, они не столько веселые и смешные, сколько очень действенные. То есть, я проверяла каждое упражнение в течение 10, 20, 30 лет, их меняла, компоновала по-новому. И сейчас это стройная система, которая дает возможность вытащить голос из каждого. Именно такой естественный голос, чтобы прямо вытолкнуть голос из тела. Очень интересная тема – это мужчин. То есть, мужчин, ну, в принципе, голоса более низкие, обертонные, вот эта окраска голоса очень интересная. И когда мужчина говорит, например, плоско, а потом вдруг начинает говорить полным, красивым голосом, то, ну, руководители сразу начинают как-то, знаете, он перестает давить голосом, он начинает просто доносить голосом. В Хабаровске мы уже обучили 80 человек, которые, ну, просто пришли, поскольку не было ни рекламы, ничего, это можно сказать по знакомым. И то у нас был вау, и как только мы начали, уже пошли заявки, там уже и еще 80, и еще 100. И мы были поражены, что такое, знаете, желание людей именно в Хабаровске петь, раскрыть свои способности. Чем больше группы, тем веселее заниматься. Мы занимаемся в группах, очень весело, люди перестают стесняться просто за 10 минут. Люди забывают, что они боялись петь и боялись вообще самого себя, отражения, голоса и так далее. Через голос мы открываем самую главную способность быть смелым, быть добрым, быть человеком, который может себя продать, подать, показать. Жизнь распорядилась так, что в наш город приехала Мария Струба. Когда я вообще пришла, я увидела людей, которые или вообще не умели петь, или почти не умели петь. Я думаю, я вообще точно пришла на интенсив, на прокачку голоса. Я пела очень редко, и когда я пела, всегда было ощущение у меня самой, что мне больно петь. И мне казалось, что на меня больно смотреть, когда я пою. Вот сейчас у меня появилось ощущение, что я могу петь. Зажимы, которые у меня были, их сейчас вообще просто не стало. Эти четыре дня – это фейерверк эмоций. Это шикарнейшая идея создать такой интенсив. В семье сейчас появилось новое мероприятие по вечерам, мы все поем, и наша семья стала гораздо сплоченнее, гораздо дружнее, и просто свет сцепится в своих глаз. Я даже не знаю, как это объяснить. Я начал петь не в душе, а наружу. Спасибо большое, низкий поклон. Спасибо. Спасибо большое, Мария. Спасибо большое. Спасибо ей большое. Я очень счастлива. Я начинаю петь. Мы были оба, я умный кин, а я в кино искала вас. Мы прожжем завтра на том же месте, в тот же час.